Итоги недели Развитие торгово-экономического сотрудничества и гуманитарной сферы активно развивается между двумя странами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Сената Узбекистана. Особенно глава государства отметил эффективное взаимодействие двух стран и поддержку друг друга на международных площадках и в региональных объединениях. Ваш визит проходит в исторический год, 30 лет, как мы уставили наши отношения дипломатические. Две независимые страны немало сделано, но я думаю, что есть куда стремиться в это непростое сложное время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе. Мы очень тесно сотрудничаем международных организаций, особенно региональных. Это Еврозес. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Мы вас всегда будем поддерживать, потому что ваш курс и курс Беларуси на миролюбие, на дружественные отношения с соседями и другими странами – это и наш курс. У Беларуси и Узбекистана конструктивное сотрудничество, заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова по итогам пленарного заседания первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума на тему «Женщины в бизнесе. Потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана». Этот бизнес-форум действительно уникальная площадка, где мы можем взаимодействовать, заявила Наталья Качанова. В современном мире не так много примеров подобного уровня взаимного доверия и уважения, которые есть между нашими странами, руководителями государств и народов. К сожалению, глобальные тенденции, не про общие долгосрочные цели и взаимовыгодные интересы, стало модно разрушать то, что другими создавалось и нарабатывалось десятилетиями. Сегодня нам, братским белорусскому-узбекскому народам, особенно важно ценить и беречь наши добрые человеческие отношения. Нас связывает прошлое, настоящее и уверенно общее будущее, в котором мы, как и прежде, будем последовательно продвигать и воплощать в жизнь идеи всеобщей безопасности, созидания и устойчивого развития сбалансированного справедливого мира, равноправных, суверенных государств. Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум открывает новые возможности для успешного сотрудничества, отметила председатель Сената Узбекистана Танзилла Нарбаева. И главное здесь не цифры, не количество соглашений и контрактов, главное установление и дальнейшее развитие крепкой дружбы, добрососедства между нашими странами. Мы видим востребованность в укреплении сотрудничества и реализации новых совместных мер по следующим направлениям. Первое – это расширение партнерства в сфере легкой промышленности, обмен передовыми технологиями в стекстильной, швейно-трикотажной отрасли, расширение кооперации между производителями ткани, одежды, обуви, меховой и кожаной продукции. Второе направление – это развитие связей в IT-сфере, совместная разработка цифровых продуктов для предпринимательства, особенно женского предпринимательства, привлечения женщин и девушек в цифровую экономику. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом экваториальной Гвинеи Теодором Абиангом Гемоем Басого прошла во Дворце независимости. Она началась с традиционной для таких визитов официальной церемонии с участием роты почетного караула. Переговоры глав государств прошли в узком и расширенном составах. По их итогам подписали пакет двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений – от экономики до гуманитарной сферы. Африка развивается. Государства африканского континента обретают свою независимость. Словом, Африка освобождается от своего колониального наследия, заявил Александр Лукашенко. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы на что-то способны, если мы с вашей точки зрения можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, для белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Мы не только успешно, я считаю, развиваем интеграцию наших экономик, но также у нас серьезные подвижки в плане обеспечения безопасности наших государств. И мы видим, что важный резерв в этом – это, конечно, приграничное, межрегиональное сотрудничество. Поэтому, что касается приграничного сотрудничества, мы решили, что нам, парламентскому собранию, нужно в ближайшее время разработать модельный закон о развитии приграничного сотрудничества. Я думаю, это очень такое важное направление и важное решение, которое было принято. Взаимодействие, поиск, эшелон, барьер. Четыре составляющие совместных оперативно-стратегических учений силу ДКБ «Боевое братство-2023». Плюс скала, где свое мастерство оттачивали спасатели. Почти неделю на территории Беларуси отрабатывались навыки совместного взаимодействия. Военный альянс впервые отработал совместные действия в условиях, максимально приближенных к боевым. По легенде, незаконное бандформирование захватило несколько населенных пунктов. Задача – уничтожить условного противника и освободить захваченные территории. Даже по этой задумке видно, что наши маневры носят оборонительный характер. Учения «Боевое братство» включили в себя сразу несколько маневров как военных, так и других экстренных и спецслужб. Всего на территории Беларуси было задействовано около 2500 военнослужащих и 500 единиц боевой техники. День города отметила белорусская столица. Минску 956 лет. Праздничную программу открыла торжественная церемония возложения цветов к стелле «Минск. Город-герой» с участием городской власти. Минск – один из самых комфортных городов в мире, заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Спикер высказала слова благодарности тем людям, которые сегодня своим трудом создают благо для белорусской столицы. Тем, кто сегодня своим трудом, конечно, слова признательности и благодарности этим людям, которые своим трудом сегодня создают благо для этого города, делая его вот таким комфортным, которые работают на предприятиях, в организациях, на заводах, учат наших детей, лечат наших людей. Всем низкий поклон и слова признательности и благодарности. И, конечно, я уверена, что город будет жить, город будет развиваться, город будет жить своими новыми традициями. Посмотрите, вот в который раз праздник начинается с символического мероприятия, когда мы все вместе возлагаем цветы под ножью этого обелиска, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая город Минск и нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Я уверена, будут появляться новые традиции. Я уверена, город будет развиваться вместе со своей страной и всегда будет являться примером для всех городов, не только нашей страны, но и всего мира. Международный форум экономического сотрудничества – один из главных пунктов насыщенной программы празднования Дня города. Участие в мероприятии приняли более 20 стран. Это представители власти деловых кругов Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Всего в работе форума задействовано свыше 200 человек. Среди ключевых задач мероприятия – всесторонняя презентация инвестиционного потенциала белорусской столицы, обмен практическим опытом в вопросах организации малого и среднего бизнеса, а также обсуждение возможностей технологического и социального взаимодействия, отметил председатель Мингорысполкома Владимир Кухарев. Минск – это город больших возможностей, где отработаны все вопросы работы с инвесторами. У нас и инвестиционный атлас, более 200 площадок. Наш экономический потенциал позволяет практически работать в любой сфере. И сегодня, разговаривая с представителями различных стран, мы видим, что у них заинтересованность на совместную работу, на то, чтобы мы совместными усилиями помогали бизнесу развиваться, кооперироваться, создавать совместное предприятие.